Всем здарова, друзья! С вами Маракаси, вы смотрите передачу Бешеные Олени, выпуск 12. И начнём мы с инцидента, который произошёл на карте Степи, где Т-32 зачем-то выстрелил по своему союзнику Ягдпанзер Е100. После чего ПТ-шка отвешивает нехилый такой выстрел по Т-32, сносит ей где-то 1000 хп. Ну, естественно, агрить Ягдпанзер Е100 это не самая лучшая идея. Также в этом бою ещё со взводной этой Т-32 забирает союзника на лёгком танке, который, естественно, попал сюда во взводе с более высокоуровневым союзником. Ну и дальше Ягдпанзер Е100 едет вперёд в атаку, и Т-32 снова берётся за своё. Она стреляет по Ягдпанзер, наносит ему урон в корму и начинает его поджимать. Также подъезжает со взводной этой Т-32, Т-69. Он, правда, не стреляет. Тут Ягдпанзер Е100 чуть не попал по Т-32, но промахнулся. И тут начинаются выяснения отношений в чатике. Т-69 просто начинает поджимать Ягдпанзер Е100, чтобы он не повернулся и не уничтожил Т-32. Но ПТ-шка настроена уже серьёзно. Она пытается выцелить Т-32. Т-69 просто пытается закрыть прострел ПТ-шки. Т-32 останавливается, и всё-таки Ягдпанзер Е100 уничтожает её. Потом Т-69 вроде как на некоторое время успокоился, но ненадолго. Всё равно он начинает подпирать Ягдпанзер Е100 сзади и мешает ей играть. Ну и кроме того, они тут начинают обзываться на друг друга в чате. И вот такая вот ситуация произошла. И зачем Т-32 сагрил ПТ-шку в начале боя, совершенно непонятно. Можно сказать, сам он нарвался и сагрил ПТ-шку, и в итоге заслуженно получил. Ну, конечно, может быть, Ягдпанзер Е100 не стоило обращать внимание на таких неадекватов. Но в любом случае Т-32 сам виноват. В итоге, вместо того, чтобы топовые ПТ-шки нормально там проводить бой, наносить много урона и тащить, она была отвлечена на Т-32 и Т-69 и перестреливала с ними. Потом приезжает ИС-3, который, кстати, был совзводом того лёгкого танка, которого уничтожили в начале. ИС-3 начинает стрелять по Т-69 и забирает его. Вот такой вот довольно неприятный инцидент. В начале боя на карте Прохоровка КВ-2 случайно врезается в Т-34 и едет дальше. Т-34 реагирует на это выстрелом по КВ-2 в корму. Потом другой КВ-2, который играет во взводе с первым КВ-2, блокирует Т-34. И первый КВ-2 её уничтожает. После чего ПЗ-3 начинает стрелять по первому КВ-2 и едет дальше. Второй КВ-2 начинает поворачиваться на ПЗ-шку, выцеливает её и с первого же выстрела отправляет её в ангар. Приезжает также ПЗ-4 и начинает расстреливать первого КВ-2. И на это реагирует он, просто уничтожая, конечно, с первого выстрела ПЗ-4. Но это всё-таки КВ-2 и он тут многих может ваншотить. После чего этого КВ-2 блокирует и по нему начинают стрелять союзники. И всё это произошло из-за того, что КВ-2 в начале боя задел Т-34. И потом ещё и уничтожил его, ну, после выстрела Т-34. Но он мог бы просто на это не обратить внимания, всё равно ему там урона не нанесли. И так как это всё-таки самые сильные танки, им нужно было реагировать на это как-то более спокойно. В начале боя три арты начинают толкаться, бодаются они тут. И вместо того, чтобы нормально проводить бой, они просто маются дурью. Играют они во взводе, то есть это один взвод, и они что-то, видимо, там не поделили, поругались. После чего Су-8 и Хумилл начинают друг друга выцеливать, но оба мажут. Зато Лорейн уничтожает Су-8. И потом он начинает выцеливать Хумилла и едет за ним. В общем, полный бред. Из-за того, что вот такие вот неадекватные олени играют взводами, в команде, в общем-то, полный писец, потому что минус три арты, которые очень даже тащат на этой карте. И потом Лорейн начинает выцеливать Хумилла и, естественно, его уничтожает. Тут союзники удивляются, что за чокнутые неадекваты в нашей команде, и почему они друг друга уничтожают. Потом Лорейн едет за КВ-1 и начинает его выцеливать. Тут, к сожалению, не хватает дальности отрисовки, но, в общем-то, вы сами сейчас увидите, что Лорейн забирает КВ-1. Ну и на этом, в принципе, всё. Хотя там есть ещё продолжение, но мы, к сожалению, его не увидим из-за нехватки дальности прорисовки. Ну там просто КВ-1С уничтожает потом этого Лорейна. И на этом всё. Следующий момент произошёл на карте Южный берег. Е-25 встаёт в кусты, никого не трогает, выцеливает противников, подъезжает с У-100, встаёт рядом, начинает тоже тут снайперить. И тут приезжает неадекват на Т-34-85, который просто так начинает толкать сушку и стреляет по ней. Но советская ПТ-САУ на это не реагирует. Видимо, поняла, что это какой-то неадекват, и лучше как-то на это забить. Потом Т-34-85 переключается на Е-25 и начинает толкать маленькую ПТ-шку. Почему так себя ведёт Т-34-ка, я не знаю. Может быть, у неё там пукан подгорел после 20 сливов, или она просто неадекватная, и сама не умеет там тащить, и из-за этого мешает другим, чтобы хоть как-то развлечься в боях. В общем, что в голове у этого игрока, я не знаю. Но в любом случае он продолжает действовать так же, как и действовал в начале. Толкает Е-25. ПТ-шка при этом даже никак не обороняется, не стреляет по Т-34-ке, хотя, естественно, она может спокойно её разобрать, если захочет. Но игрок демонстрирует невероятную выдержку. Он просто стоит, выцеливает противников и не обращает внимания на то, что его тут выталкивают. Не каждый, конечно, смог бы так держаться. Ну и вот, наконец, у Е-25 немного лопнуло терпение, бомбануло, повернулся он, нанёс один раз урон Т-34-ке, и то он не уничтожает его, а просто забирается сюда, обратно, но Т-34-ка не даёт проехать. И заметьте, что ещё Т-34-85 написал, чтобы Е-25 ехал танковать. Ну, в общем, вот такой вот неадекватный игрок, он будет весь бой мешать Е-25 играть. Надеюсь, вам в боях таких не встретятся. И хорошо, что победа, там, команда затащила, а так мог бы быть ещё и слив. Следующий инцидент произошёл на карте Мураванка. Две СУ-152 начинают преследовать и Сушку. Они играют, конечно, во взводе, и почему-то они решили её уничтожить. Даже тут одна Сушка стреляет, но мажет. Ну, скорее всего, они просто неадекваты, и типа для них это так смешно, убивать союзников. И вот они догоняют Сушку, говорят ей, стой, и за два выстрела спокойно, конечно, её уничтожают. Союзники после этого начинают писать, что они олени, и, в принципе, полностью заслуженно они их обзывают. Действительно, какие-то бешеные олени, которые убили ни за что ИСУ-152. Потом вторая Сушка поворачивается и уничтожает Артула Рейн. В общем, полная жесть, неадекваты уже объединяются во взводы, чтобы убивать союзников. И тут, заметьте, первая Сушка почему-то не выстрелила партии, хотя у неё была такая возможность, но, может быть, она отказалась, не стала это делать, и вторая Сушка, похоже, этому недовольна. Она начинает выцеливать своего совзводного, и, как вы думаете, что она сейчас сделает правильно, она его уничтожает. То есть она уничтожила своего совзводного за то, что он не убил союзника. Вот такая вот жесть происходит у нас в рандоме. Ну и потом союзники добирают уже Сушку, которую забанили. И последний на сегодня реплей. СТ-1 тут первый занял позицию, стоял, ждал врагов, подъезжает ПТ-шка немецкая, Як-Панзер Е100, отталкивает тяжа и занимает его место. СТ-1 вежливо отъехал, и, в общем-то, дальше ПТ-шка творит что-то невообразимое. Сначала она выезжает, пытается как-то вытанковать бортом, и не знает, что она тут делает, но, в общем, она подставляется под врагов, ей сбивают гуслю, потом еще раз, и ее начинает расстреливать с разных сторон. Можно сказать, что она сама подставилась. СТ-1 тут никак не виноват, потому что он просто стоял рядом и ПТ-шку не поджимал. В общем, вы сами видите, но только сейчас можно сказать, что он чуть-чуть ее поджал, и то сразу отъехал. Но тут места немного, и это была просто случайность. У ПТ-шки осталось 64 ХП, и потом СТ-1 уже занимает ее место, начинает тут танковать, и Як-Панзер Е100 стреляет в БК и взрывает СТ-1. Вот такой вот момент, судите сами. Но мне кажется, СТ-1 тут не виноват, просто бывают вот такие вот игроки, которые сами подставляются и потом винят других. Ну и на этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам удачи. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. До скорых встреч. Пока.